Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем охотиться в игре The Hunter Call of the Wild. И в этом видео мы с вами посмотрим на будущий новый контент, будущее DLC в нашей игре, так называемый трофейный дом или трофейная усадьба. Что это такое, я толком сам еще не разбирался, честно вам скажу, что даже сам в этой усадьбе еще не был. Обратите внимание, у нас с вами здесь в боковом меню появляется закладка дома для трофеев. В этой закладке есть вариант, видимо, создания нескольких домов, как я понимаю, потому что закладка называется Ваши дома и Дома друзей. То есть да, можно в сетевую игру заходить, заходить к друзьям, заходить к другим игрокам и оценивать их трофейные дома. Что мы с вами видим здесь на описании? 13 комнат, 43 постамента, 148 пластин. Что это значит, я не знаю. Создать дом. Я еще его не создавал, еще там не был. Хочу первые впечатления, так скажем, получить вместе с вами. Но, что я заметил, играя на бета-тесте, к слову, как вообще попасть на этот бета-тест, я уже однажды объяснял. В стиме нужно перекачать себе бета-клиент, ввести код. Разработчики об этом рассказывают у себя, как правило, в стиме в закладке обсуждения или в новостях. Где-то там они рассказывают, какой код нужно ввести. Я уже, честно, не помню. Но там ничего сложного. Вы перекачиваете к себе на компьютер бета-клиент и заходите в бета-клиент. Далее вы заходите в закладку Hunt Club. И здесь у вас отобразится немного денег, немного очков способностей и навыков. И вот в моем случае я получил, например, 39 уровень. В вашем случае я не знаю, какой будет уровень, поэтому зайдите вот здесь обязательно в эту закладку, заберите деньги, заберите вашу прокачку. На бета-тесте вы начинаете с самого начала. Но если вы раньше играли на бета-тесте, если вы раньше уже качались на бета-тесте, то ваш персонаж, вот как в моем случае, будет, например, 45 уровня. Сейчас 46, потому что я немножечко подфармил. К слову, денег дается мало, когда вы зайдете в игру, поэтому рассчитывайте на это сразу. Купить, скорее всего, все оружие у вас не получится. Тем более не получится у вас на бета-тесте, скорее всего, сделать много чучел и так далее. Что ж, давайте переместимся в наш трофейный дом и посмотрим, как это выглядит. Вот мы создаем первый трофейный дом. Спринг Крик. Давайте в него отправляться. Вот мы с вами в нашем трофейном доме. Давайте немного осмотримся. Масштабы, конечно, впечатляют. Перейти в режим редактирования. Что же это значит? Давайте нажмем. Воу! Посмотрите. Посмотрите, сколько всего нам с вами открывается здесь. Это интересно. То есть, как я понимаю, большие постаменты, наверное, на стены. Я не знаю, как правильно называть, буду называть как-нибудь. Главное, что мы все понимаем. Скорее всего, для крупных трофеев, как я понимаю, вот это вот для мелких. Я пока охотился, уже немного трофеев отложил. Появляется такая опция интересная. Отложить трофей. То есть, либо его можно сделать сразу, сделать из него чучело, либо отложить его на потом. Потому что чучело, к слову, стоит довольно-таки дорого. Деньги ваши, скорее всего, вылетят очень быстро из вашего кошелька. Поэтому способ фарма денег мы все помним, все знаем. Кто не помнит, не знает. Посмотрите обязательно мои видео по фарму денег на утках. Давайте немного здесь походим, осмотримся. Посмотрим на эти габариты. На эти размеры. Да, действительно, размеры внушают, впечатляют. Скорее всего, чтобы нормально этот дом заставить трофеями, нужно действительно очень много времени. Ну, дополнительный, так скажем, стимул вернуться в охоту, поиграть еще немного, поохотиться здесь. Потому что, как и любая другая игра, когда ее очень много, она надоедает, переедается. Ну, а это для игроков, так скажем, будет такая отдушина, чтобы вернуться здесь еще немного, провести времени. Потому что знаю, что многие игроки ждут, очень-очень ждут вот этого трофейного дома. Два кабина, у нас с вами это интересно. Очень ждут этого трофейного дома. Практически считают одним из лучших DLC. Ну, что ж, давайте мы немного прогуляемся по нему. Посмотрим на эти габариты. Бета-тест, к слову, доступен до 1 апреля. Поэтому, если вдруг вы смотрите уже это видео 1 апреля, либо позже, значит, скорее всего, вам уже нужно ждать релиз DLC. В моем случае, мне немного повезло застать еще тест этого DLC. Поэтому покажу, как говорится, вам. Ну, а основную часть, основной контент, когда выйдет уже полностью DLC, я думаю, что, возможно, мы с вами несколько серий снимем по поиску интересных трофеев для нашего дома. Но, друзья, скорее всего, я не буду вот это все заставлять трофеями. Скорее всего, не буду, потому что это снова нужно огромное количество времени. Но охота как бы пока перестала вызывать те самые эмоции, которые я вызывала раньше. Чуть-чуть подугасли мои эмоции относительно этой игры. Ну, что ж, будет, как говорится, интересный контент. Мы с вами обязательно сюда заглянем, посмотрим. Плюс у нас с вами еще, как минимум, два стрима. Четвертый этап и финальный этап нашего охотничьего турнира. Поэтому об этом с вами мы тоже не забываем. Интересно, можно ли выйти на улицу? Эх, жалко, нельзя. Нельзя выйти на улицу, посмотреть со стороны на все это великолепие. Так, ну что ж, я предлагаю вам отправиться на охоту, добыть парочку интересных трофеев. Заодно мы с вами посмотрим, как изменилось окно добычи наше. И далее изготовим пару интересных каких-нибудь здесь чучел. Повесим на стену, полюбуемся, как это выглядит. Выследил интересного экземпляра койота. Койота, давайте его добудем. Это у нас пятерочка, самец. Как раз, я думаю, подходит для нашей трофейной комнаты. У меня, к сожалению, нет с собой нормального ствола на койоту, поэтому будем брать его из мосинки. Я думаю, сложностей с этим не будет никаких. Подберем наш трофей. Впереди у нас Мишка. К слову, подал голос, так скажем. Давайте сейчас, возможно, попробуем добыть ему. Вот, смотрите. На окне добычи у нас с вами видно, что. Появились две дополнительные клавиши. Сделать чучело и сохранить трофей. Давайте, например, сейчас сделаем чучело. Нажмем на эту клавишу. Стоит это 980. За койота дают 1300. То есть, в принципе, остаешься еще немножко в плюсе. Но я замечал, что сделать чучело лося очень дорого. В отличие от того, сколько денег дают за самого лося. Отлично. Делаем чучело. И давайте попробуем сейчас уйти в засаду, приманить Мишку. Посмотреть, что у нас там за экземплярчик такой. Приманил медведя. Это, оказалось, у нас самец. Пятерка. Давайте его будем добывать. Сейчас подойдет поближе. Подвернется как-нибудь более удачно. И мы с вами попытаемся его добыть. Но я думаю, что сложности у нас не будет. Особенно с трехстволки. Трехстволка вещь классная в этом плане. В плане добычи медведя. Я думаю, что сложности не возникнет. Выстрел сделали. Отлично. Осталось только подобрать наш трофей. Тут же падает медведь. Вот такая вот трехстволка классная, обалденная. Очень, кстати, помогают вот эти DLC оружейные. Помогают стартовать на бета-тесте. Когда заходишь туда, у тебя только лишь 50 тысяч денег. Ну, в моем случае было именно так. 50 тысяч денег. Ты ничего сделать не можешь практически. Купить там максимум 1-2 оружия сможешь. А вот этот вот оружейный пак, не только этот, но и все остальные, очень-очень помогают начать здесь. Потому что стволы бесплатные. Бери, доходься. Так, ну что, делаем чучело и из этого тоже. Делаем, далее разместим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА И последним трофеем в этой серии для нашей трофейной комнаты будет лось. Вот впереди есть несколько неплохих образцов. Вот такой троечка самец. И вот такой самец четверочка. Который где-то там зацепился за дерево. Непонятно, почему он на месте идет. Что ж, давайте возьмем вот эту четверку. Я думаю, отличный самец. Красивый как раз то, что надо для нашей трофейной комнаты. Делаем выстрел. Все, он разморозился. Отцепился сразу же, получив пулю в легкое. Ну что ж, нужно быть внимательнее. Не цепляться за деревья и кусты. Не очень хочется растягивать сейчас добычу этих трофеев. Поэтому сейчас быстренько по следам подранка пройдем. Заберем его и отправимся в трофейную комнату. Некоторые трофеи, как вы могли видеть, я настрелял без комментариев. Просто довольно-таки много медведей попалось. Белохвостые олени были. В общем, неплохо мы с вами настреляли. Поэтому давайте продолжать. Продолжать далее, но уже в трофейной комнате. Недалеко убежал наш подранок. Скорее всего, пробито два легких у него. Сейчас посмотрим. Рейнджмастер все-таки довольно-таки мощное оружие. Расстояние было небольшое. Да, действительно, пробиваем два легких. Потери бонуса при этом нет. Отлично. Красивейший трофей, я считаю, для нашей комнаты трофейной. Для нашего дома, я думаю, прекрасный. Делаем чучело. Обратите внимание, 2 290. Сделать чучело лося. При этом нам за него дадут денег всего лишь 1072. Поэтому фармить здесь придется довольно плотно, я думаю. Что ж, вот мы и в трофейном доме. Давайте теперь перейдем в режим редактирования. Я, честно, не знаю, как это все развешивается. Буду сейчас вместе с вами это все делать. Давайте посмотрим, кого мы с вами можем поставить вот на такой постамент. Койот. Разместить трофей. Так, пишется время и дата, когда мы его добыли. Отлично. Сколько очков было. И рейтинг. Хорошо, давайте разместим. В принципе, экземплярчик мы с вами добыли довольно-таки интересный, классный. Расцветка у него такая. Под лесу немножко. Чем-то напоминает. Отлично. Так, далее. Я бы хотел занять, конечно же, сперва постаменты. Сюда у нас больше трофеев нет. Хорошо, смотрим теперь такой постамент. Воу, а здесь у нас кто хочешь? Лось. Так, давайте, наверное, вот этого. У меня их два. Один тоже был в процессе поиска. Так. И разместим трофей. Ох, какой красавец. Вы посмотрите, какие у него размеры. Как-то, на самом деле, он таким не кажется в игре. Да, шикарно. Шикарно выглядит. Обалденно. Так, хорошо. А вот сюда мы с вами сейчас разместим какого-нибудь медведя. У нас есть отличные экземплярчики, мифические. И разных расцветок получилось добыть. И черный, и коричный, и так далее. Давайте сюда поставим... Я даже не знаю. Давайте обычный черный медведь. Классический. Классический черный медведь. А медведь таким большим не кажется. На самом деле. Хотя медведь, в принципе, это животное не маленькое, что интересно. Хорошо. Так. Кого мы с вами можем разместить вот на такой постамент? Давайте посмотрим. Скорее всего, это называется табличка, по-моему, да? А ну-ка. Давайте заглянем. Сейчас в дом трофея. А, пластина. Это называется пластина. Постамент и пластина. Хорошо. Так. Управление трофеями. Вот еще интересная закладка. Кстати. Это закладка, из которой можно делать чучело, но из тех трофеев, которые сохраняли. Например, у меня припасено здесь три сохраненных трофея. Давайте из них сделаем чучело. Вот такие. Две кряквы и один колумбийский олень. 480. Далее. 470. И колумбийский олень. Сделать чучело. 1390. Денежки тают. Имейте в виду. Денег нужно на это на все очень и очень много. Хорошо. Давайте посмотрим, кого мы с вами можем разместить на вот этот постамент. Так. Колумбийский олень. Вот недавно, да, добавлено? Давайте попробуем разместить. Ну, в принципе, неплохой экземплярчик. По-моему, то ли троечка, то ли четверочка. Я уже не помню точно. Но экземплярчик неплохой. Хорошо. Перейдем с вами далее. Какие-нибудь комнаты. Так. А сюда? Сюда можно уточку посадить. Это очень интересно. У нас с вами есть два экземпляра. Обычный классический селезень и утка с расцветкой меланизм. Меланизм это очень красивая расцветка. Я ее, когда добыл, на самом деле, обрадовался. Потому что для такого дела, для чучела меланизм это классная расцветка. Так. А мы с вами, к слову, можем и сюда разместить ее дополнительно, наверное, да? То есть их можно посадить сюда несколько, получается. Интересно. Но меланизм я бы хотел посадить куда-нибудь. На более интересное, красивое место. Например, вот сюда. Да, отлично. Так. А если нам уйти из режима редактирования, что у нас в итоге получится? Угу. Нас пропадают все пустые. Остаются только те, которые заполнены. Вот такая вот уточка. На самом деле, жалко, что ее нельзя как-то там с расправленными крыльями посадить. Ну, может быть, можно. Я просто не знаю как. Хорошо. Продолжим. Нас с вами много здесь еще дел и много работы. Сюда никого не можем посадить. Интересно. Почему нельзя сюда оленей? Угу. Средний постамент в списке указан только трофей. Соответственно, еще размера. Полный список трофей доступен в меню управления трофеями. Хорошо. Интересно. Вот целикового оленя поставить нельзя. На самом деле, странно. Хотелось бы, но нельзя. Так, допустим. Давайте вот сюда кого-нибудь попробуем. А, сюда у нас тоже некого. То есть, по сути, все наши оленей, они... Только на вот эти вот таблички. И то не на все, как я понимаю, да? Угу. Здесь у нас медведь, белохвостый олень. Хорошо. Давайте белохвостого сюда посадим. Воу. Это кто? Это самка. Нет, зачем? Не надо. Не надо, не надо, не надо. Давайте заменим. Заменим на нормального, на самца. В смысле? А почему? А где рога? Игра. Ты что? Верни мои рога. Ну, в смысле, не мои, а... А оленя белохвостого. Я же, по-любому, самца добывал. Странно. Хорошо. Давайте попробуем вот сюда тогда посадить. А, сюда нельзя. Почему? Почему рога? А где они? А ну-ка сюда давай. Нет, так неинтересно на самом деле. Ну вот, первый баг обнаружен. Хорошо, давайте сюда медведя посадим. Например, вот этого. Угу. На самом деле, на постаментах медведи выглядят гораздо интереснее. Потому что... Ну, сюда как-то такое себе. Медведь, посмотрите, какая красотень вот здесь. И какая... Какая-никакая вон там. Хорошо, давайте продолжать. У нас с вами еще здесь несколько постаментов, в которых мы никого не можем посадить тем временем. А вот черный медведь. Нет. А сюда нельзя. А это получается... А, это, возможно, для какого-нибудь бизона или буйвола, например. Не исключено. Хорошо, вот сюда мы с вами можем оленя? Нет, не можем. Я хочу оленя во весь рост. Игра, серьезно. Дай мне, пожалуйста, посадить оленя во весь рост где-нибудь. Вот здесь. Вот, прекрасно. Без рогов. Белохвостый олень у нас с вами без рогов. Ну что ж, запомним. Сюда никого, сюда никого. Так. А вот сюда мы с вами коричного мишку посадим. Вот такого красавчика. Классно. Так, далее, далее, далее. Сюда никого. Повернуть влево. Ладно. Потом будем разбираться с этим делом. Пока расставим имеющиеся у нас трофеи. Хотя, на самом деле, без разницы, скорее всего. Я думаю, так или иначе, его можно и отсюда будет убрать этого медведя. Поставить куда-нибудь на какой-то постамент. Я думаю, что ничего страшного. Хорошо, давайте тогда здесь продолжим. Вот у нас еще есть один большой. Сюда мы какого-нибудь сейчас медведя из имеющихся у нас разместим. Так. И вот сюда, скорее всего, тоже разместим медведя. Ох, жесть. В итоге, представляете, сколько здесь будет торчать голов и стен. Это жесть. Хотя, вот я, на самом деле, мне нравятся больше постаменты. Вот так вот во весь рост. Очень классно. Можно изучить, походить вокруг. Порассматривать. Вот этот трофей классный. А на постаменте, точнее, на стене как-то, ну, отрубленная голова. Ну, и все. Тем более, что половина, половина еще и багнутая, и к тому же без рогов. Да. Ну что ж. В принципе, довольно-таки интересно. Почему? Потому что очередной раз можно вернуться в эту игру, поиграть, пофармить животных здесь. Немножко поработать в этом трофейном доме. Порасставлять здесь. Поискать какие-то более интересные трофеи. Конечно, круто будет выглядеть, если это все будет заставлено в итоге бриллиантами. Это, конечно, будет выглядеть классно. С этим не поспоришь. Но бриллианты редчайшие трофеи. Их еще нужно добыть, найти и так далее. Это довольно-таки сложно. И, как я понимаю, те трофеи, которые уже добывались ранее, до этого DLC, никуда разместить нельзя. Так, а у нас еще есть лось один, да? А ну-ка. Давайте-ка повесим лося на стену. Вот лось на стене выглядит еще как-то нормально. Вот медведь на стене не смотрится. Опять же, только лишь на мой взгляд. Кому-то, может быть, нравится медведь на стене больше, чем лось. Вот мне на стене как-то он больше нравится. Действительно, такой большой. Классный трофей. Несмотря на то, что это троечка. Мишка, по-моему, выглядит вполне себе годно. А Мишка как-то, ну, как-то не очень. Так, интересно, а что можно... А ничего. Я думал, может быть, можно почитать, когда был добыт трофей этот, но нет. Так, интересно, а как бы нам с вами его удалить? Например, поменять на какой-то другой. То есть, если бы у нас сейчас, скорее всего, хотя не факт, на самом деле не факт. Возможно, устанавливается раз и навсегда. Этот момент тоже надо будет проверить. Когда выйдет DLC, основной контент, тогда проверить вот этот момент. Так, давайте посмотрим немного на закладку. Так, а это обычный, последний несохраненный трофей. А зачем нам его сохранять? Ну, несохраненный, ладно. А, видите, даже хитрость в чем. То есть, нам показывается, в принципе, какой-нибудь еще трофей, который мы не сохраняли и из которого не делали чучело. Так, кстати, а вот смотрите. Забрать трофей. Из дома для трофеев. А ну-ка. Это который? Хотите забрать трофей из дома для трофеев? Да, хочу. У нас было два лося, правильно? У нас всего два лося. Ну, наверное, он исчезнет. Короче, ладно. Это вот этот был, то есть, скорее всего. Но он еще, видимо, не очень работает все правильно. А, вот убрать трофей. А, вот как. Все, легко. Пожалуйста. Убрать, разместить. Заменить. Предыдущая поза, следующая поза. Воу. Даже так можно делать? А, вот это круто. А, вот это круто. Да, вот это очень круто. Вариантов масса. Подождите, тогда вариант с уточкой. Должен же быть какой-нибудь. Ай, все сидячее. Да ладно. Серьезно, неужели сразу... Вот. Вот, шикарно. Так, вот это, да. Вот это уже другой разговор. Подождите. Я хотел было серию завершать. Да, медведь определенно хорош вот в такой позе. Не поспоришь. Очень круто выглядит. Так, койот. Какие варианты? Ну, мне кажется, вот такой вариант неплох. Симпатично. Классно. А, ну давайте попробуем сейчас вот эту уточку потрепать немножко, так скажем. Какие она выдаст нам здесь варианты. Потому что после распахнутых крыльев какой-то еще, наверное, должен идти. Так. 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 Угу. Нет, на самом деле меняется. Прикольно, прикольно. Угу. И в итоге вот этим все делом может закончиться. для тех, кому не хочется эти головы видеть. Хотя вот, знаете, первый вариант. Пожалуй, самый. Нет. Наверное, какой-нибудь. Какой-нибудь вот такой. Ну, по-моему, мы попробовали все. Все посмотрели, все попробовали. Далее уже, когда выйдет DLC, я думаю, что может быть пару-тройку серий я запишу. Поохотимся здесь немножко, порасставляем трофеи интересные. Как раз будет еще стимул вернуться в охоту, записать несколько видео по ней. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии, канала в целом. Все пожелания, предложения, все пишите в комментарии, я их читаю. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.